Привет, ты на канале Фолстон, меня зовут Костя Фолстон, сегодня я делаю то же самое, что и все, рассказывая о новостях, но в отличие от 99% ваших знакомых, я делюсь событиями из мира футбола. Переключаться с тех ужасных событий, свидетелями которых мы являемся, очень даже полезно для крыши, кукухи и фляги, чтобы они никуда не поехали и не засвистели. Поэтому футбольные и трансферные новости прямо сейчас. Какие? Ну, например, Дзюба отказался играть в сборной России, Месси и Неймар покинут ПСЖ, а Холланд уже подписал предварительное соглашение с новым клубом. Усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и жмите на кнопочку подписаться. Я начинаю. Валерий Карпин объявил состав сборной России на мартовские сборы и буквально все обратили внимание, что в списке нет Артема Дзюбы. Многие решили, что снова дело в старых счетах тренера с игроком, но проблема оказалась другом. Вот как это прокомментировал сам Карпин. В воскресенье мы пообщались с Артемом, он заверил, что очень хочет играть за сборную, но сейчас в связи с войной в Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что останемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за Зенит. Как по мне, это чушь полная. Дзюба никак не выступил против войны, когда она только началась. Более того, нахамил Миколенко. А теперь вдруг у него объявились какие-то там родственники в Украине. Я думаю, что Артем просто не хочет играть в матчах с откровенно третьесортными соперниками. Касс оставил в серии решения об отстранении российских клубов от турниров УЕФА и ФИФА, поэтому после санкций с Россией смогут схлестнуться на футбольном поле такие гранды и легенды мирового футбола, как сборная Эритреи, сборная Беларуси, Казахстан, Таджикистан, Иран, Узбекистан и другие. На фоне таких поединков РПЛ будет выглядеть как Лига чемпионов, если ее сравнивать с любительским чемпионатом Подмосковья. К слову, в списке Валерия Карпина нет нескольких игроков, без которых ранее нельзя было представить команду. Это Александр Головин из Монако и Алексей Миранчук из Аталанты. И вообще в сборной не осталось ни одного легионера, включая Федора Кудряшова из турецкого Анталиаспора и Дениса Черышева, плотно осевшего в запасе испанского Вильяреала. Но тут все объясняется очень просто. Если игроки приедут в Россию, то больше не смогут вернуться в состав своих клубов. С кем сборная России будет играть в марте, пока непонятно. Пока известен только один соперник – молодежная сборная России. Многие легионеры уже покинули клубы РПЛ, а вот Малком и Клаудиньо никуда не собираются. Об этом заявил агент футболистов Луис Фернандо Гарсиа. Цитата. Остаются ли Клаудиньо и Малком? Конечно, абсолютно в этом уверен. У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде. До конца сезона еще 10 игр. Зенит – большой клуб, нет причин уходить. Был ли по ним предложение? Да, причем много. И из Бразилии, и из других стран. В Бразилии им интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки. Интересно, а они знают, что им зарплату будут платить в рублях? Мне кажется, чем ниже будет падать российская валюта, тем меньше преданности будут демонстрировать бразильские легионеры. Ну а в моем видео настал момент показать победителей из прошлого ролика. Там я попросил вас написать, где проходил последний чемпионат мира и кто его выиграл. Как и обещал, вот 5 победителей. Поздравляю каждого. А у вас есть возможность попасть в следующий видос. Для этого просто напишите в комментариях, какой английский клуб выиграл наибольшее количество кубков Лиги Чемпионов. И сколько раз. Жду ваши варианты в комментариях. Едем с вами дальше. Перед матчем с Атлетико стало известно, что Криштиан Роналду получил очень странный вопрос от журналистов. Пирс Морган признался, что в его разговоре с нападающим в Манчестер Юнайтед он спросил у него о желаемой надписи на его надгробном камне. Цитат. После нашего ужина в Турине я спросил Криштиану, что бы он хотел написать на своем надгробии. Он улыбнулся и ответил номер один, не номер семь, а номер один. Позже я написал ему и попросил, чтобы он в одном слове обосновал, почему является лучшим футболистом в истории. Он сказал, мне нужно три слова, больше чем особенный, единственный. А затем отправил два смеющихся смайлика. Я желаю Рону только здоровья и долгих лет жизни, но уже понятно одно, от скромности португалец точно не умрет. Единственное, что может убить его, это горечь поражения в одной восьмой лиге чемпионов от мадридского атлетика. Манчестер Юнайтед не показал в этом матче абсолютно ничего. Складывалось впечатление, что МЮ играет так спокойно и беспечно, как будто они обыгрывают матрасников с разницей минимум в три мяча. Не было ни массированных штурмов, ни изобретательных атак, не было ничего. О чем можно говорить, если минимум три атаки красных дьяволов, заканчиваясь ударами из-за пределов штрафной в исполнении Диогу Далот. А это правый крайний защитник. Рангник так боялся пропустить от атлетика, что совершенно забыл, что надо забивать. А вот атлетика, который в этом сезоне очень разобранный и невзрачный, свой момент нашел и использовал. Признаться честно, Кришчану тоже ничего не показал. А все так хотели увидеть, что он, как старый и добрый, в одиночку разберется с матрасниками. Болельщики мадридцев даже скандировали Месси Месси перед матчем. Подобное делали и фанаты сборной Армении, за что Криш отгрузил их команде трешку. Но эти времена позади. Сначала вылетел Месси, теперь вылетел и Роналду из Лиги Чемпионов. Вот так заканчивается эпоха двух великих игроков. Роналду покинет Манчестер Юнайтед по окончанию сезона. По крайней мере, так считает экс-игрок Арсенала Пол Мерсон. Цитата. Я никогда не считал трансфер Роналду очень хорошим. Он сделал хитрик с Тоттенхэмом и все сходят с ума. Но доставьте мяч в штрафную и Роналду забьет. Все просто. Думаю ли я, что Роналду останется в МЮ на следующий сезон? Нет, точно нет. Буду шокирован, если он останется. Не думаю, что новый тренер будет столько же мягок. Думаю, что Сульшер был слаб, Ранглик тоже слаб. Новый тренер должен быть очень сильным. Интересно будет посмотреть на реакцию Мерсена, когда тренером МЮ встанет Маурисио Почеттино. А я напомню, что у аргентинского специалиста по большому счету очень мягкий характер. Также экс-игрок Арсенала добавил. Беспокоит то, что Роналду лучший игрок и лучший бомбардир Манчестер Юнайтед. Нельзя сказать, что он не добился успеха. Он лучший бомбардир Юнайтед, крупнейшего клуба в мире, ему 37. Но нужно смотреть на это в перспективе. Манчестер Юнайтед хочет выигрывать трофеи, а не просто подсчитывать статистику и пытаться стать четвертым. Но на данном этапе альтернатив португальскому форварду у МЮ нет. Топ нападающий Европы не горят желанием присоединяться к Манчестерскому клубу. Самого же Роналду сватают в спортинг, либо в какой-то клуб МЛС. А также видят его в футболке по СЖ. Интересно, что стать одноклубником Месси Криштиану не грозит, даже если он перейдет в стан парижан. Дело в том, что Месси покинет Париж. Но, во-первых, фанаты французского Гранда не очень-то рады видеть аргентинца. Перед матчем с Бордой его сильно освистали болельщики. Хейт и негатив с трибун летел настолько сильный, что жена Лео Антонелло не выдержала и расплакалась прямо в вип-ложи. Вдобавок к этому Месси проводит чуть ли не худший сезон своей жизни. Эти причины и заставят Лео покинуть столицу Франции и вернуться в Барселону. Тем более, первые шаги на пути к этому уже сделаны. Отец 34-летнего аргентинца Хорхи несколько дней назад связался с руководством каталонцев. Это было сделано для того, чтобы изучить вопрос возвращения Леонеля в клуб, утверждает журналист канал Саппортс Адриэн Гринесио со ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро. Бывший игрок сборной Франции Мико также считает, что Месси вскоре уйдет. Цитата. Нет, серьезно, как можно свистеть всякий раз, когда Месси касается мяча? Это правда дно. Такое можно увидеть только во Франции. Очень грустно. Мы просто не заслуживаем такого. Думаю, Месси уйдет и в ПСЖ летом и будет прав. И у меня возникает закономерный вопрос. А нужен ли Месси современной Барселоне? Хави выстраивает бодрый коллектив, который начал приносить позитивный результат. Сине-гранатовые выглядят очень здорово. И это тот случай, когда играет команда, а не отдельные игроки, которые вынуждены счетом его авторитета и прошлых заслуг. Игра каталонцев снова может быть построена через него, что не позволит в полной мере раскрыться другим фанам Барсе. А как вы считаете, нужен Лео Блаугранас или же он разрушит все, что пытается построить Хави? Пишите свое мнение в комментариях. Между прочим, из ПСЖ планируют уйти еще и Неймар и Рамос. Первый, так же, как и Месси, был освистан болельщиками. Он очень близко к сердцу воспринял обиды со стороны фанатов и подумывает уйти. Сообщается, что Ней уйдет по окончании действующего контракта. Серхио Рамос может покинуть Париж, но по другой причине. Рамос сыграл только в пяти манчах в течение сезона, что явно не устраивает руководство клуба. Спортивный директор ПСЖ Леонардо отмечал, что трансфер испанца стал провальным для парижан. Так же Леонардо планирует избавиться от Демарии. Летом у аргентинца истекает контракт с клубом, и он уйдет на пробах свободного агента. Главным кандидатом на игрока считается Бенфийка, где Анхель играл с седьмого по десятый год, после чего перебрался в Реал за 33 миллиона евро. А если добавить к этому еще и уход Мбаппе, то ситуация вообще выглядит плачевной. Получается, что Дрим Тим, которая была сформирована минувшим летом, просто-напросто рассыпется к будущему лету. Ну и в завершении блока про ПСЖ расскажу немного о Мбаппе. Стали известны условия его контракта с Реалом. Мбаппе подпишет соглашение со сливочными до лета 27 года. В год он будет получать 30 миллионов евро с бонусом до 10 миллионов. Отмечается, что 23-летний игрок получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро. Да, это несколько меньше, чем заявлялось ранее. Буквально два месяца назад разговор был о зарплате в 50 миллионов и подписном бонусе в 80 миллионов. Но, видимо, поражение в 1-8 финала Лиги Чемпионов несколько поубавило аппетиты нападающего. К сожалению, несмотря на переход Киллиана в Реал, его противостояния с Холландом мы не увидим. Нет, Эрлинг не станет одноклубником Баппе. Более того, он даже не будет играть в Ла Лиге. Норвежский нападающий согласовал переход в Манчестер-Сити. Все-таки пошел по стопам отца, который играл в стане горожан на позиции защитника. Источники в Германии сообщают, что сторонам удалось договориться обо всех деталях будущего контракта. Горожане заплатят за норвежского форварда отступные размеры 63 миллионов евро, а также выплатят солидный подписной бонус его агенту Мина Райоле. Общая сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро. Если после такого усиления атакующей линии Пеп Гвардиола все равно не выиграет Лигу Чемпионов в будущем сезоне, то я реально начну верить в проклятие Манчестер-Сити. Интересно, кем состав Ливерпуля будет усиливать клоп? Ведь красный это прямой конкурент Манчестер-Сити в Англии. Как сказал сам Гвардиола про Мерси Сайцева, они заноза в заднице. А как вы считаете, кого должен купить Ливерпуль, чтобы этот трансфер выглядел достойным ответом на переход Холланда в Манн-Сити? Своими вариантами делитесь в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик. На этом у меня все, с вами был Костя Фолстон, увидимся совсем скоро. Пока-пока, не скучайте и мирного неба вам над головой. Субтитры сделал DimaTorzok